Кадетский корпус должен быть расположен в парке за дворцом культуры тракторостроителей. Это мнение поддерживают народные избранники. Общественные слушания по реализации значимого для региона проекта прошли накануне. Свою точку зрения высказали и представители депутатских корпусов. Подробности в следующем материале. Где разместить Кадетский корпус решала рабочая группа во главе с председателем регионального правительства. Эксперты проводили встречи с горожанами, архитекторами, депутатами, рассмотрели десятки вариантов. В итоге абсолютное большинство поддержало идею благоустройства этого парка. Кадетский корпус положит начало, в перспективе здесь возведут ледовый дворец, площадки для игры в футбол и волейбол. Новоюжному району спортивных комплексов сейчас не хватает. Эта территория была заброшена, неуютная, не вовлечена в жизнь Новоюжного района. Мы начали со строительства многофункционального центра, чтобы горожане привыкали к этому месту. Есть планы по реконструкции дворца трактостроителей. Мы планировали от этих планов не отказываться, включая его в столетие празднования Чувашской республики. Заказали проект по его реконструкции. Мы нашли главного архитектора проекта, он сегодня проживает в Соединенных Штатах Америки. Ему 90 лет. Сокласовали все эти изменения. То есть была проведена большая работа. Все это будет комплексное решение, которое направлено в первую очередь на развитие микрорайона, для того, чтобы здесь было уютно жителям. Проект благоустройства рощи будет включен в федеральную программу создания комфортной городской среды. Она стартует в следующем году. Строительство быть, быть строительством, но у меня есть предложение. Я не буду сегодня никого критиковать, потому что были сомнения. Разговоры назвать парк, Алексей Олегович, парком дружбы. И мы с жителями это обсуждали. И в целом все те, кто пришел на эту встречу, это председатели домовых комитетов Ленинского района, Калининского, ТОСы. Большинство депутатов, принявших участие в общественных слушаниях проектов, представляют Новоюжный район. Народные избранники отмечают, что во время их предвыборной кампании благоустроить рощу просили многие горожане. Сам я житель Новоюжного района. В этом месте, как говорится, прошло мое детство. Я помню всегда вот эти кусты, которые были. Вот и наконец-то, сколько лет уже прошло, и наконец-то начали наводить порядок. Сегодня и мнение, наверное, жителей такое, и нас, депутатов, потому что сегодня, ну, должно здесь быть. С точки зрения логистики, с точки зрения территориального расположения этого, значит, кадетского корпуса, ничего, только могу сказать, все с хорошей стороны. Рядом находится храм, рядом находится торговый дом. Значит, это, как многие называют ее, это роща, значит, конечно же, она будет благоустроена. Здесь будут спортивные залы, беговые дорожки, велодорожки. Депутаты изучили детально, и будет ли нанесен при строительстве корпуса урон окружающей среде. Надо посмотреть схему, планировку и посмотреть. Ну, мы детально изучили, здесь, ну, порядка 700 деревьев, кустарников по периметру вот этого пустыря будут разряжены. Это не говорит о том, что мы все эти деревья по периметру спилим. Основные здания, объектные движения будут расположены на территории, на пустыре, как я уже говорил. Ну, поскольку это объект образовательный, территория должна быть огражена, под виде наблюдениям, нужно поставить забор ограждения. Эту работу народные избранники намерены взять на личный контроль. Депутаты отмечают, что в перспективе здесь будут посажены и новые деревья. Бедрик Ковалев, Сергей Адушкин, Игорь Зверев, Республика.